Всем привет! Спонсорами данного ролика становятся просто Муверс, Дмитрий, Фимбо Музыкальный Инструмент и Зульфия Ализаде. Спасибо вам огромное за поддержку канала. А сейчас перейдем к книге. Книга 60-я. От нуля к единице. Автор Питер Тиль. Глава 1. Вызов из будущего. Всякий раз, когда мы просто копируем какую-то идею, то двигаем мир от единицы к двойке и так далее. Прогресс в данном случае будет горизонтальный. Если же мы создаем что-то свое, то есть новое, мы делаем шаг от нуля к единице. И прогресс в этом случае будет вертикальный или интенсивный. Например, если взять машину, а затем еще кучу подобных образцов машин, то у нас получится горизонтальный прогресс. Если же имея на руках машину, мы сделаем ее летающей, это уже будет вертикальный прогресс. То есть вы должны изобрести либо что-то новое, либо кардинально отличающееся от уже имеющегося. Горизонтальный прогресс обозначается термином глобализация. Это процесс, при котором нечто, работающее в одном месте планеты, переносится в другие места и работает там. Например, это могут быть поезда, какие-либо станции или покрытие городов беспроводной связью. Вертикальный прогресс имеет термин технология. Период с 1815 по 1914 года отличался быстрым развитием технологий. А после 1971 года началась эпоха глобализации, когда страны стали перенимать технологии друг у друга. И рост технологий был связан в основном с компьютерной техникой. Но без значимых технологий мы движемся к краху, так как производство ежедневно наращивается. Соответственно и объем вредных выбросов в атмосферу увеличивается, что может привести к экологической катастрофе. Да и вообще, в мире с ограниченными ресурсами глобализация без новых технологий обречена. Новые технологии в основном разрабатывают небольшие компании, так как в больших организациях бюрократическая структура настолько неповоротлива, что они вынуждены отказаться от каких-либо рисков. Стартап же это небольшая группа людей, которых вы сможете заразить своей идеей создания чего-то нового. Глава 2. Все счастливые компании счастливы по-своему. Не всегда самый крупный бизнес приносит по-настоящему большую прибыль. Например, в 2012 году американские авиакомпании зарабатывали сотни миллиардов долларов. Но все не так красочно. Средняя цена авиабилета в одну сторону составляла 178 долларов. А авиакомпании зарабатывали с перелета каждого пассажира всего 37 центов. То есть прибыль у них была небольшой. В то время как компания Google, которая зарабатывала меньше в абсолютных цифрах, значительно превосходила конкурентов, когда речь заходила о чистой прибыли. Чистая прибыль Google оказалась почти в 100 раз выше, чем у авиаперевозчиков. Сейчас Google зарабатывает в несколько раз больше, чем все американские авиаперевозчики вместе взятые. Это приводит нас к двум определениям. Совершенная конкуренция и монополия. На конкурентном уровне существует много компаний, которые не отличаются друг от друга и продают одни и те же товары. Они вынуждены продавать свои товары по той цене, которую диктует рынок. Когда на рынок выходит еще больше подобных компаний, из-за роста предложения цены снижаются, сокращая доходы компаний. В итоге кто-то терпит убытки и закрывается, и цены вновь возвращаются к определенному уровню. То есть рынок совершенно нестабилен. При монополии же компания может устанавливать свою цену, поскольку конкурентов у нее нет. В этом случае компания получает максимальную прибыль. Поэтому если вы хотите создать стартап и сохранить доходы, не выстраивайте бизнес, основанный на производстве товаров, ничем не отличающихся от товаров конкурентов. Но не стоит воспринимать бредовые идеи за инновационные. Например, на данный момент нет фильмов, где хакеры сражаются с киборгами-акулами. Но возможно это и к лучшему. То есть не старайтесь выделиться на чем-то уж полностью абсурдном. Но нужно помнить, что монополия не может быть вечной. Например, корпорация AT-AT на протяжении почти всего 20 века оставалась монополистом в области услуг телефонной связи. Но сейчас на рынке множество различных операторов. Так и Microsoft в свое время пододвинула с рынка корпорацию IBM, а Apple потеснила Microsoft. Монополии двигают прогресс вперед, так как заняв свою нишу, вы можете строить долгосрочные планы и финансировать амбициозные исследовательские проекты, о которых компании, соперничающие друг с другом, не могут мечтать. Стабильность же в бизнесе приравнивается к смерти компании. Глава 3. Идеология конкуренции. В настоящий момент система образования заставляет учеников, а позже студентов, конкурировать друг с другом. Детям преподают одни и те же предметы, и на каждый предмет отводится одинаковое количество времени. Система не обращает внимания на их индивидуальные способности и предпочтения, таким образом они загоняют их в определенные рамки. Дети, которым неинтересны определенные предметы, всегда будут получать за них низшие оценки, а затем считать себя ущербными. То есть в данном случае ученикам изначально внушают, что если они не получают высокие оценки по всем предметам, то они ни на что не годны, хотя один из таких учеников мог бы по максимуму себе раскрыть в астрономии, другой в литературе и так далее. Студенты же начинают конкурировать между собой за право строить типичную карьеру, например, консультанта по управлению или инвестиционного банкира. Они боятся выйти за рамки конкуренции, думая, что проиграют в этом случае, и потому борются за типичные профессии, хотя с их способностями могли бы открыть что-то новое. Так и автор, он, как и все, стремился занять престижную должность, но не пройдя отбор, в итоге он создал PayPal. А попади он в то время на должность секретаря, мир так и остался бы без этого сервиса. Глава 4. Преимущества последнего хода Высокотехнологичные компании в первые несколько лет часто убыточны. Но даже в этом случае, если компания действительно инновационная, инвесторы могут оценить ее намного выше, чем компанию, которая уже приносит большой доход. То есть инвесторы оценивают компанию по ее способности генерировать денежные потоки на будущее. Большинство фирм, действующих в сфере высоких технологий, рынок оценит по достоинству лет через 10-15, и инвесторы оценивают именно это время. Например, в свое время компания Twitter, хоть и была убыточна, но выпустив свои акции на рынок, она была оценена в 24 миллиарда долларов, что оказалось в 12 раз больше рыночной капитализации New York Times. Несмотря на то, что последняя в 2012 году заработала 133 миллиона долларов. В этом случае инвесторы считают, что для газеты эпоха монопольного владения рынком уже позади, а за Twitter будущее. Желательно, чтобы ваша компания обладала следующими свойствами монополии. Первое. Собственная технология. Это гарантия того, что ваш продукт будет крайне сложно или вообще невозможно воспроизвести. Например, алгоритм поиска у Google. При этом собственная технология должна быть как минимум в 10 раз лучше, чем у ближайшего конкурента, иначе ваше преимущество будет выглядеть незначительным. Amazon, например, предлагает в 10 раз больше книг, чем любой другой онлайн книжный магазин. А до 2010 года планшеты были настолько убоги, что никто их не покупал. Но после вышел iPad, который в десятки раз превосходил во всем все остальные планшеты. И с этого момента они стали популярны. Второе. Сетевой эффект. Данный эффект подразумевает, что если большинство ваших друзей или людей ваших интересов сидит в Facebook, вы тоже там зарегистрируетесь. Поэтому сперва ориентируйтесь на самой узкой аудитории и только затем расширяйте ее. Например, Facebook сперва был ориентирован только на студентов. Третий. Эффект масштаба. Хороший стартап должен предусмотреть возможность наращивания масштаба уже на первых стадиях развития. Программистам это легче сделать, чем, например, компании по обучению йоге. Тот же Twitter растет сам собой. И четвертое. Бренд. Построение сильного бренда – это действенный способ создания монополии. Например, услышав бренд Apple, мы сразу представляем себе привлекательный внешний вид, качественные материалы их продуктов, запоминающиеся рекламные кампании, цену и так далее. Все это входит в их бренд. И он настолько хорош, что конкуренты меркнут на его фоне. В то же время, Apple владеет целым набором собственных уникальных технологий, что позволяет компании самой устанавливать цены на рынке, не конкурируя с другими. Создав стартап и найдя свою первую аудиторию, вы можете понемногу распространять свое влияние на смежные, более широкие рынки. Например, Amazon изначально рассчитывался как лидер всей онлайн-торговли, но Джефф Безос намеренно начал с книг. Он по максимуму расширил свой ассортимент, чтобы привлечь как любителей почитать, так и коллекционеров редких книг. Когда набралась приличная аудитория, компания стала расширяться, начав охватывать рынки, наиболее близкие к их собственному. В Амазоне начали торговать CD-дисками, с видео и компьютерными программами. И постепенно Амазон добавлял все новые и новые категории товаров, пока не превратился в главный, мировой универсальный магазин. Но помните, даже если вы вышли на рынок первым, это еще ничего не значит. За вами следом может прийти кто-то еще и скинуть вас пьедестала. Поэтому вам нужно заранее составить план по развитию вашей компании и генерированию максимальных денежных потоков в будущем. То есть сделать так, чтобы последний ход был за вами. Глава пятая. Идите туда, где деньги. Не обязательно открывать собственную компанию. Вы можете вложиться в несколько компаний, способных успешно перешагнуть от нуля к единице. Например, один из фондов в 2010 году инвестировал в Инстаграм 250 тысяч долларов. И когда спустя два года Фейсбук купил Инстаграм за 1 миллиард долларов, фонд получил 78 миллионов. То есть в 312 раз больше, чем вложил двумя годами ранее. При этом вы должны диверсифицировать свой портфель, потому что в случае успеха самое удачное из инвестиций фонда принесет вам больше доходов, чем все остальные инвестиции вместе взятые. Глава шестая. Секреты. Большинство людей действует так, как будто секретов в мире уже не осталось. Они живут умеренной жизнью, ни о чем не задумываясь, не открывая ничего нового и единственным выходом видят конкуренцию с другими. Но на самом деле, в мире существует еще немало загадок, которые однажды предстоит кому-то разгадать, приложив для этого необходимое упорство. Человечеству есть куда стремиться в науке, медицине, инженерном деле, искусственном интеллекте и технологиях всех видов. Мы сможем излечить рак и другие болезни. Мы сумеем найти новые виды энергии и изобрести более быстрые средства передвижения. Но мы не раскроем эти секреты, если не будем жаждать открытий и заставлять себя идти вперед, бороться и искать. То же самое и в бизнесе. Мы не замечаем множество возможностей, которые вокруг нас. Основать великую компанию, можно использовав секрет, долго лежавший у всех под ногами, но о котором никто не догадывался. Например, такая компания, как Uber, основана на простоте, лежащей в ней идеи. Глава 7. Фундаменты. Любая великая компания уникальна, но вначале необходимо делать общие для всех компаний вещи, то есть заложить фундамент. Во-первых, вы должны подумать, кого взять в партнеры. Выбор сооснователя очень важен, и вам необходимо время, чтобы внимательно изучить всех кандидатов. Иначе, если вы в итоге не подойдете друг к другу, противоречия между вами погубят вашу компанию. Во-вторых, вы должны изначально распределить обязанности между вами и вашей командой. А именно, кто официально будет владеть акциями компании, кто будет рулить компанией в ежедневном режиме, или кто официально принимает решения, связанные с бизнесом. В-третьих, все ваши сотрудники должны быть наняты на полную занятость и иметь пакет акций вашей компании. Только тогда они будут работать более ответственно. В-четвертых, зарплата директора стартапа не должна сильно отличаться от других работников. Только так директор будет всеми силами стараться наращивать стоимость бизнеса. Низкая зарплата директора также ставит планку для остальных сотрудников. Видя, что директор выкладывается на полную за такую сумму, они тоже невольно заражаются энтузиазмом. В-пятых, стартапу нету смысла платить сотрудникам высокие зарплаты, поскольку вы можете приложить им долю в компании. Акции фирмы способны вдохновить сотрудников на то, чтобы прикладывать усилия ради будущего роста ее стоимости. Глава 8. Так действует мафия. Работая в одной команде, вам необходимо наладить тесные отношения с каждым из сотрудников. Поэтому на этапе рекрутинга вам необходимо нанимать не просто специалистов, а людей, которые, придя в компанию, смогут стать единой командой. Вы должны заранее продумать, как заинтересовать талантливых людей, чтобы они пришли к вам, а не в более крупную компанию, где гонорары намного больше. Вот вам несколько примеров. Мы предложим вам такой пакет акций, которого вы больше нигде не получите. Вы будете работать с самыми умными людьми в мире. Или вы можете помочь в решении самых актуальных мировых проблем. Для большего сплочения коллектива раздайте каждому из сотрудников какие-то отличительные аксессуары. Футболки, толстовки или кепки с вашим логотипом. Также вы должны распределить обязанности между всеми так, чтобы каждый занимался тем, в чем он наиболее хорош. Если каждая из задач будет сугубо индивидуальной, сотрудники будут знать, по каким критериям вы будете оценивать их вклад в компанию. Определенность ролей также уменьшает число конфликтов, так как сотрудники не конкурируют друг с другом в одной сфере деятельности. На этом книга подошла к концу. Подписывайся на канал, ставь лайк, нажимай на колокольчик и оставляй в комментариях свое мнение о данной книге. Пока!